МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение Чуваши. В эфире программа Аккил Бусер. Если вы до сих пор не знаете, что означает это слово, прочитайте его задом наперед, и вы все поймете. О самых детских новостях республики вам готовы рассказать Никита и Данила Васильева. Сегодня в выпуске отмечаем день рождения национального телевидения Чуваши, смотрим на больших тараканов и отправляемся на выставку масок и удивительных картин из стекла. Мы так долго его ждали, а он прошел всего за три дня. Это про международный форум «Россия – спортивная держава». Сотни ребят и взрослых приняли участие в сказочной церемонии открытия форума и в других мероприятиях. Все было так красиво, я даже подумал, что в Чубаксарах можно проводить Олимпийские игры. Конечно, ведь Чувашия – самая спортивная республика России. Как настроение, Чубаксары? «Коргостроение Чувашия!» Здравствуйте! Десятилетия, кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Это имя-то вы! Мы одна вочная команда! Кто, если не мы, заставили кинзо сильным? Кто, если не мы, свободная рада? Конечно, не всем людям удалось увидеть это шоу лично. Но зато каждый мог посмотреть его по телевизору. Ведь национальная телевидение Чувашии вела трансляцию самых важных мероприятий в форумы в прямом эфире. Вот так плавно мы перешли к самой важной новости этой недели. Национальное телевидение Чувашии отмечает свой день рождения. Нам исполняется ровно три года. Поздравляем всех сотрудников НАЦ-ТВ, наших коллег с праздником. Лично мы гордимся тем, что работаем на этом телеканале. Потому что он самый современный, познавательный, родной чувашский. Дорогие зрители, прямо сейчас мы предлагаем вам совершить экскурсию на Национальное телевидение Чувашии вместе с ребятами из детской студии Куча Мала. Ребята, которые занимаются в детской студии Куча Мала, учатся сами снимать сюжеты и мечтают работать в кадре. Поэтому посетить настоящую телекомпанию нам было очень интересно. Сначала мы отправились в студию, где только что закончилась запись программы Акилбупсер. Мы познакомились с близнецами Данилы и Никитой и узнали, что они работают на телевидении с четырех лет. А как вы попали на телевидение? Когда наша мама слушала радио, она услышала то, что проводится набор ведущих. И она решила отвезти нас сюда. Мы прошли к кассе. Нам сказали, что мы избраняли животных, мальчик, который плачет, медведя. Были ли смешные моменты во время съемок? Да, очень много. Ну, когда... Я помню, когда мы снимались, я перепутал имя своего брата. Место Данила сказал Баня. Знают ли вас на улицах? Ну да, бывало. В бассейне тоже бывало. Девочка спросила, вы правда там спите? Это про программу по шептушке, потому что там детки укладываются в кроватки, и мальчики, они стали ведущими новостей, скажем так, после того, как выросли из программы по шептушке. А можно мне на вашем месте посидеть? Да, конечно. Садитесь. Сразу хуй. И обратите внимание, ведущий новостей сверху может быть одет в официальную форму, да, в пиджак, а снизу могут быть джинсы. Даже можно не переодеваться. На национальном телевидении Чуваши самое современное оборудование и очень красивая студия. Ух, сколько селфи мы там сделали. Свет, здесь тоже специальный телевизионный, он высвечивает красиво ведущего. Свет должен падать и на плечи, и на лицо. Несколько видов ламп используется. Все для того, чтобы сделать красивую картинку, красивые качественные программы. Все, вот это нужно выучить наизусть, и без шпаргалки рассказывать, глядя в камеру, потому что если вы глазки будете опускать на текст, будет некрасиво в эфире. И вот для взрослых, ведущих новостей, есть такая шпаргалка, она называется суфлер телевизионный. Сейчас мы ее вам включим. Почему я хочу сказать, почему дети не работают с суфлером? Потому что они, когда видят эти бегающие буковки, они все забывают. Они смотрят, как зомби, и ничего не могут прочитать, ни с какими эмоциями. Поэтому суфлер, конечно, для детских программ не подходит, это только для взрослых. Вот, собственно, это суфлер, да? Здесь идет текст и отображается сюда. Вы смотрите сюда, а здесь камера. И кажется, как будто бы вы все говорите, а не читаете. Такой обман. Да, вот так мы иногда телевизионщики-зрители обманываем. И управлять этим текстом вы можете сами. У вас там под столом есть волшебная педалька. Вот, нажимаете. Нажимаете, текст движется, и читаем. Можете попробовать. Даже с суфлером вести новости непросто. А ведь прежде чем красиво прочитать текст, его надо написать. Целая куча компьютеров находится в соседнем кабинете, где работают журналисты. С этой стороны работают журналисты, которые делают русскоязычные новости. А с этой работают журналисты, которые пишут и говорят на чувашском языке в эфире. Да, даже словарь чувашско-русский. Ну, если есть вопросы, можно как раз задать. Настя делает и новости, и программу «Комфортный год». У нас почти все журналисты работают одновременно и на своими авторскими программами, и еще параллельно в новости сюжет снимают. Сколько времени нужно, чтобы подготовить сюжет к эфиру? Если тебе не дают какое-то конкретное задание, то, конечно же, надо сначала потратить время на то, чтобы придумать тему к сюжету. Вот. Затем подготовиться, собрать какие-то материалы, понять, какие вопросы ты хочешь задать, как конкретно ты хочешь эту тему раскрыть, найти того, кто тебе поможет это сделать, и затем уже ехать на съемки. Ты предупреждаешь оператора, значит, вы с ним согласовываете, где как и будет съемка, на улице, не на улице, чтобы он тоже был готов. Вот. А затем уже едете, снимаете. Ну и как только отснят материал, ты приезжаешь его, отслушиваешь сначала, записываешь какие-то нужные моменты и приступаешь к тому, чтобы текст этот надо написать. Написал. Раз от раза, когда как. Сколько времени всегда тратится по-разному, наверное, от сложности это все зависит. И затем ты идешь на монтаж. Ну, а, начитываешь сначала текст, а потом уже монтируешь, и его уже можно выдавать в эфир. Вот так. Поэтому, не знаю, когда-то уходит на это несколько часов, три, например, иногда больше, смотря какой сюжет. А как вы печатаете на чувашском языке? Ведь на клавиатуре нет чувашских букв. У нас, у чувашских редакторов, у всех установлен на компьютере чувашский шрифт. На букве Ё у нас распределена буква О. Видите, где косая буква И. И еще буква Щ, где плюсики, минуси. Начитка текста и монтаж сюжетов происходит уже в других кабинетах. Так, ну, а здесь у нас звукозаписывающая студия. Здесь работают звукорежиссеры Женя и Миша. А там микрофон, где журналист приходит и начитывает свой текст закадровый, чтобы потом выдать в эфир. Там по углам стоят такие квадратики из поролона сделанные. Они являются ловушкой звука. То есть там нет фактически эха. То есть весь звук поглощается и остается только чистый голос. Привет! Всегда смотрите программу Акилбуксер. Ну, вот так выглядит наша речь, в частности, на графике визуально. Вот видите, здесь аж зашкаливает, пики идет. То есть вы очень громко говорили. Ну, сейчас вы слышите. Привет! Всегда смотрите программу Акилбуксер. Очень громко получилось первый раз. Мы это берем и удаляем. Делит, жмем и все. То есть остается только нормальный второй вариант. Осталось посетить самое важное место НАЦ-ЦВ, кабинет директора. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы пришли на искусство национального телевидения. Можно вам задать несколько вопросов? Конечно. Всегда пожалуйста. Присаживайтесь. Вы руководите национальным телевидением Чуваши. Это сложно? Вы знаете, телевидение – это такая штука, где одному человеку ничего невозможно делать. Это командная такая работа. Чтобы сделать один сюжет для передачи, для вашей любимой передачи, нужно выезжать. Там и водитель нужен, там и оператор должен быть. Сначала надо договориться, придумать эту идею, о чем мы будем рассказывать в сюжете. Конечно, это делает большая группа людей, целая команда. Поэтому, если вот эта команда, она есть, то совсем нетрудно руководить таким сложным делом, как телевидение. А на национальном телевидении такая команда, она есть. Мне с такой командой работать совсем нетрудно. Вы успеваете смотреть все программы на своем телевидении? Конечно же, я, будучи руководителем радиокомпании, стараюсь отсматривать все передачи. У нас же очень много передач. Мы показываем в телевизоре 24 часа. Конечно, это не по силу одному человеку все отсматривать. У каждой передачи есть авторы, у каждой передачи есть редакторы, которые тоже помогают мне в этом деле. Ну и есть, конечно, передачи, которые я просто-напросто не могу не посмотреть до того, как они дойдут до нашего телезрителя. Это информационная программа. Как раз она называется «Республика». В ней мы рассказываем о том, чем живет город Чебоксары, республика наша, другие города и районы. Чем занимаются люди у нас в республике. Конечно, мы, когда информируем о таких важных вещах, мы не имеем права ошибиться. Поэтому это особо важная программа. Мы несколько раз порой уточняем, созваниваемся. Каждую информацию, каждое слово здесь должно быть выверено и должно быть правильным. Поэтому вот эту передачу, конечно же, я каждый день отсматриваю и до эфира, ну и, естественно, в эфире, в прямом эфире. Потому что эта программа будет всегда в прямом эфире. А какие новые программы появятся в будущем на национальном телевидении? В национальном телевидении уже три года. За это время наш коллектив делал очень-очень много программ. Это десятки, десятки разных программ. На русском, на чувашском языке. Это и концерты, и передачи, в том числе и детские передачи. Но и в будущем, конечно, наши телевидения будут развиваться, и у нас будут проявляться новые программы. У нас есть замечательная программа о Киллбупсе. Вообще, я считаю, что все самое лучшее должно принадлежать детям. В том числе и программа о Киллбупсе. Но у нас пока нет, к сожалению, детской программы на чувашском языке. Потому что в нашей республике же очень много и чувашскоязычных детей. Они тоже хотят на своем родном языке посмотреть программу. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас будет детская программа и на чувашском языке. Но если дальше развивать наши события, конечно, у нас должна быть программа молодежная. Молодежная программа. Пока этой программы нет, а кто знает, может быть, вы уже через несколько лет буквально будете авторами новой нашей молодежной программы. Собственно говоря, в это я хотел бы верить. Мы узнали, что у вас есть трое детей. А какие они программы смотрят? Ну, вообще-то говоря, что у меня есть дети вашего возраста, это даже мне помогает в какой-то степени. Потому что они смотрят и высказывают. Я смотрю на них, и чувствую, им это интересно или неинтересно. Когда они интересно, они подсказывают даже. Вот надо бы об этом рассказывать. Это здорово, на самом деле, что есть такая возможность прислушиваться своим детям в том числе. Но что я хотел бы пожелать всем нашим зрителям и детям, и взрослым, ну, в первую очередь, может быть, даже взрослым, чтобы они не ругали своих детей, что они смотрят наш канал. Потому что, на самом деле, на национальном телевидении Чуваши очень много полезного и для детей, и для взрослых. Очень много интересного и малышам, и людям старшего поколения. Поэтому единственное мое пожелание – смотрите и радуйтесь, что есть национальное телевидение Чуваши. Предлагаю продолжить тему экскурсий. Поддерживаю. Тем более, что сейчас в нашей республике проходит очень много удивительных выставок. Так, в зоомагазине «Хомка» началась выставка продажа тараканов и улиток. Надеюсь, их не всех еще раз купили. И наши корреспонденты смогут подготовить сюжет об удивительных мраморных таракашках. Передаю слово коллегам. Здравствуйте! Меня зовут Таня Овчинникова. А меня – Саша Лабаров. И мы хотим вас спросить, любите ли вы тараканов или жуков? Я думаю, что многие скажут, что нет. А вот некоторые люди специально разводят их дома, ходят любоваться на них на выставках. Вот, собственно, и они – мадагаскарские тараканы. В природе обитают исключительно на острове Мадагаскар. Не имеют крыльев, но зато умеют шипеть. Впечатляют и размеры – до 10 сантиметров. Содержать мадагаскарских гигантов совсем нетрудно. Их кормят обычными овощами и фруктами. Домиком может служить любая емкость, из которой эти живчики не смогут сбежать. Мадагаскарские тараканы очень любят снимать кинорежиссеры. Их часто показывают в кино. Вот, например, в фильме «Трудный ребенок 2» главный герой подложил тараканов в тарелку мачехи. А в фильме «Храм судьбы» тараканы хрустели под ногами главной героини. А еще мадагаскарских тараканов используют в качестве беговых насекомых – тараканных бегах. А сейчас будет немного грустный факт. В некоторых странах таких тараканов употребляют в пищу, где очень много белка. Съесть такого я бы никогда не отважилась, а вот потрогать можно. Поглазить получилось, а вот взять в руки – нет. Таракан почувствовал, что я его боюсь, и стал шипеть. Я испугалась еще больше и уронила бедняжку. Таракашка попытался сбежать, но был пойман и посажен к братьям. На выставке в магазине представлены и мраморные тараканы. Они значительно меньше. Такие тараканы служат едой. Например, для пауков-птицеедов. Каких только животных люди не держат дома. Но даже таракан имеет право называться домашним питомцем, пока человек любит его и заботится о нем. Таня Овчинникова, Евгений Анисимов, Акилбупсер. Продолжаем выпуск. Мы надели на себя маски, чтобы вы запомнили и обязательно пришли на еще одну выставку. Выставку масок. Она открылась в Чувашском национальном музее. На выставке собраны маски разных народов мира. А для чего их использовали жители Африки, Америки или Азии, узнаем в следующем сюжете. Маски бывают разные. Мы привыкли видеть красивые карнавальные. Но на выставке маски мира собраны совсем другие экспонаты. Большинство масок из этой коллекции ритуальные. Они использовались в каких-то обычаях, в каких-то праздниках. Много масок земледельческих. Много масок погребальных. Много масок охотничьих. Когда говорят об охотничьих масках, эта традиция, конечно же, уходит далеко-далеко. Потому что древние люди жили охотой. Надо было добывать мясо, добывать еду. И когда охотники шли на охоту, они надевали маски. Маски тогда делали из настоящих шкур, из настоящих рогов. И шли так на охоту. Во-первых, считалось, что они обманывали так зверей. Во-вторых, приманивали. Почему? Запах-то оставался на шкурах. И дикие звери шли на этот запах. И можно было легче приманить и легче поймать. Понимаете? И наше время есть такие маски. Мы потом посмотрим на выставках. Это обычно кенийские маски, где охота была очень сильно развита. И изображающие жирафы. На выставке маски висят как картины. Примерить их на себя нельзя. Наверное, это даже к лучшему. Потому что далеко не все маски здесь выглядят доброжелательно. На выставке представлены не только ритуальные маски, но и театральные. Например, вот эта вот маска использовалась в японском театре НО. Она изображает женщину, которая из-за злобы превращается в такого монстра. Если эту маску надевали на себя японские актеры, то под этой прятали свои лица древние жители Африки. Эта маска – маски целителей. Если вглядеться, они как-то напоминают обезьяну, да? Видите, ребята, сходство? И эту маску надевали целители на себя. И считалось, что эта маска отпугивает болезни, злые силы, которые приносят эти болезни. И болезни уходили. Уходили также душевные боли. И считалось, что эта маска изгоняет и лечит человека. Очень добрая, хорошая маска, несмотря на то, что имеет такой вот, ну, грозный вид, да? Но предназначение очень хорошее, полезное. Все эти экспонаты собирал один коллекционер. К сожалению, нам не удалось с ним познакомиться. Он уже уехал из Чебоксар. Известно только, что владелец этих масок объездил полмира. Покупал маски в Индонезии, Вьетнаме, странах Африки. Эта маска тоже из Африки. Она декоративная и сделана из благородной породы дерева. Использовалась людьми для веселья. Получается, что у каждой маски свое предназначение. На выставке есть даже маска, которая помогает успешно начать и завершить важное дело. Вот посмотрите, ребята, это африканская маска, маска маленького шажка. Она очень интересная, вытянутая, так интересно разукрашена. Посмотрите, какие яркие цвета. Маска маленького шажка является символом мужества и силы. Потому что самое большое путешествие начинается с маленького шажка. Маленького шажочка, да? И я хочу вам напомнить нашу русскую пословицу. Дорогу оселят идущие, да? И все начинается с маленького шажочка. Сделать первый шаг к национальному музею можете и вы. Выставка «Маски мира» будет работать до конца октября. Мария Захарова, Андрей Шоклев, Акелбупсер. А сейчас мы с вами перенесемся на Общевоксарский музей, на другую удивительную выставку. Она называется «Волшебное стекло». Волшебные картины и поделки из стекляшек делает своими руками кудейщица Алена Смирнова. Давайте познакомимся с ней и с новым словом «Фьюзинг». Заходишь на выставку «Волшебное стекло» и словно в сказку попадаешь. Только не в королевство кривых зеркал, а в город с разноцветных стеклышек. Эти удивительные часы и чудо-картины сделаны по технологии «Фьюзинг». «Фьюзинг» — это новая технология изготовления витража, когда разноцветные стеклышки запекают в печке. Мастеров, которые занимаются фьюзингом, можно по пальцам пересчитать. Эти работы творения Алены Смирновой. Алена, расскажите, как вы увлеклись фьюзингом? Это увлечение пришло ко мне уже осознанно в взрослом возрасте. А в детстве я занималась в художественной школе, любила рисовать, любила заниматься лепкой из пластилина. И когда уже повзрослела, узнала про такую технологию фьюзинг и решила попробовать. Мне очень понравилось и со временем стало получаться. И в итоге хобби переросло в мою профессию. Теперь Алена принимает заказы на оригинальные подарки и проводит мастер-классы. Мне и ребятам из художественной школы она показала, как сделать веселую овечку — символ наступающего года. Теперь мы берем стеклорез. Перчатки у нас уже одеты. Проводим линию сюда. Это мы делаем заострение, чтобы стекло лучше ломалось. И теперь введем произвольную линию. Ничего страшного, если она у вас будет кривая. Там вот сюда пойдет, либо сюда. Прямо все равно это не получается. И лучше одеть очки, потому что я-то, конечно, уже более-менее это научилась делать. Делаем отверт. Со стороны, кажется, все просто. Но на самом деле стеклорез не самый послушный инструмент, а стекло не самый безопасный материал. Естественно, в начале руки были все изрезаны, потому что, когда начинала, допустим, не знала, что надо, допустим, глаза закрывать. Пока не попала в глаз, этого не поймешь. Все пришло на опыте. Руки, то руки тоже защищать. Итак, детали вырезаны. Теперь их надо правильно разложить и отправить в печку. К сожалению, домашняя духовка не подойдет. Температура нужна намного выше. Стекла будут запекаться в течение 8 часов. Потом столько же остывать. И только затем выставка Алены Смирновой пополнится новыми экспонатами. Какая из ваших работ вам нравится больше всего? Ну, мне нравятся все работы мои, потому что в каждую работу я вкладываю свою душу. Многие говорят, что, допустим, девочка, озорная девчонка, то, что работу вы видели, мой автопортрет. Ну, она такая озорная, смешливая, такая жизнерадостная. Ну, как я. Почему ты говоришь, что именно меня напоминает? Дарина Порфирьева, Андрей Шохлев, Акелбупсер. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните, пишите, предлагайте новости. Наши корреспонденты с удовольствием приедут и снимут сюжет про вашу школу или студию. Ну, а сейчас пора прощаться. Смотрите национальное телевидение Чуваши и пусть все новости будут приятными. До свидания. Давай, Куньки, тоже. На Мазыгаскарских. Вон он. Давайте. Три, два, один. Здравствуйте. Вы смотрите национальное телевидение Чуваши. В эфире программа Акелбусер. Три, два, один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok